Друзья, привет! Такое, можно сказать, срочное включение на поболтать, потому что уже несколько дней думаю про мотивацию, что ничто так не мотивирует нас, как забронированный отпуск. Напишите в комментариях, есть ли у вас такое, что когда вы бронируете или покупаете тур, путешествие, у вас появляются дополнительные какие-то силы на какую-то работу, доделать что-то перед отпуском, возможно, похудеть. Мы всегда, точнее я и мои друзья, мое окружение, говорит мне про то, что какие-то новые цели сразу ставят, есть у вас такое или нет. Даже знаю людей, которые специально могут забронировать тур выше привычного уровня, отели, где они отдыхали, либо стран, либо перелетов, для того, чтобы гонять свою энергию и еще больше сделать какой-то скачок вперед. И знаете, я вышла вообще о чем поговорить, с вами обсудить, что да, это все классно, но все равно нужно себя немножко затормозить, если появляются такие мысли, когда мы бронируем отпуск. Я вас всегда призываю отдыхать в классных отелях, очень много контента выкладываю, такого, который вдохновляет на поездки, вы мне всегда про это пишете. Но я хочу, чтобы у вас такой, знаете, тормозок тоже срабатывал, чтобы вы себе, может быть, там до отпуска планировали какой-то более умеренные шаги, не значит, что если вы не успеете что-то сделать до отпуска, что-то там случится, произойдет, и отпуск пройдет как-то не так. Объясню почему. Да, классно делать какой-то, может быть, квантовый скачок, но был у вас такой или нет, что вы там пытаетесь успеть, 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 и перед отпуском вы настолько выжаты, лимон, что вы приезжаете, и просто вообще, то есть нужно будет еще два дня отходить, отмокать от вот этого вот забега перед отпуском, нужен ли он был. Ответьте себе на этот вопрос, если вы чувствовали, что или чувствуете, что ну как бы вы прям сильно загнались. Я именно хочу про свой пресловутый баланс, который я всегда транслирую, который я всегда сама придерживаюсь в жизни, что может быть так, выдохнуть и остановиться, и признаться себе и сказать, что если я сейчас вот не совершу этого скачка и не сделаю все, что я запланировала, себе написал в список, что мне нужно то, то и то, то ничего глобального не случится. А когда вы в отпуске уже с новой головой, в новом месте, да, вот эта смена обстановки, у вас появятся новые идеи, новое вдохновение, и возможно и не надо было половину дел из запланированных делать вообще, и у вас будет новый взгляд на вещи, ради этого мы и путешествуем. И когда мы вот так загоняемся, если мы начинаем себе много всего планировать и потом переживать еще, стрессовать от того, что мы не успеваем это сделать до определенной отметки, до определенной даты, то потом прилетая в отпуск, у нас вот этот эффект первого дня срабатывает, когда нам не нравится вообще все. Ни отель, не знаю, ни перелет, ни авиакомпания, ни люди вокруг, и не дай бог еще своя семья начинает раздражать. То есть, чтобы этого избежать, давайте балансировать. Надо себе писать и планировать кучу дел. Да, что-то можно важное выделить, и планер составить, может быть, как обычно. Не обязательно с каким-то превосходством, а просто как обычный у вас планер, так его расписать. Да, именно сделать, может быть, закладки, заметки, чтобы ничего не упустить, ничего не забыть. Классно, если появляется новая мотивация, вдохновение, но оно больше даже, как мы же отпуск планируем в основном, когда мы устали, мы понимаем, что нам нужен отдых. То есть, мы уже к этому времени немного такие загнанные. И поэтому нужно просто составить себе какой-то спокойный достаточно график, и его продерживаться, работать и ехать в отпуск, а потом уже новое вдохновение и мотивация на какие-то новые вообще идеи. И не обязательно для этого пахать. Как вы считаете, согласны вы с моей мыслью или нет? Будете ли вы придерживаться этого правила? Это для того, чтобы вас чему-то научить, а чтобы и себе лишний раз напомнить, что важен баланс во всём, work-life balance, чтобы отпуском именно наслаждаться, а не выдыхать, чтобы это было до того, чтобы мы лежим и вообще не хотим вставать никуда, чтобы было желание наоборот что-то посмотреть, изучить, запланировать новый отпуск. И ещё, кстати, интересное наблюдение. Вот сейчас август 24-го года, в июле две девушки забронировали у меня путешествие на остров Сокотра. Это Йемен. Это сейчас такой маст-визит среди самых топ-путешественников. Туда не так просто попасть, поэтому бронирование аж на март 2025-го года. То есть заранее это небюджетный тур, и этот тур действительно будет мотивировать заработать деньги на него. То есть у нас там мы внесли предоплату, но не мы, а клиенты внесли предоплату, соответственно, то есть они ещё, я думаю, что будут откладывать сейчас, да, как-то планировать свой бюджет. То есть это такое именно в долгу такая мотивация, то есть она такая более разумная, когда можно себе по месяцам, во-первых, разбить какие-то цели, поставить финансовые, поставить какие-то цели, я не знаю, личные, личностного роста. И, естественно, это путешествие, оно ещё даст какой-то сильный буст. Просто вот это, да, это уже другой разговор, то есть это уже такое более разумное планирование, всегда я за него. В любом случае поддерживаем всегда отпуск, отдых, для чего бы он ни был, для смены обстановки, для поддержания в каких-то трудных ситуациях. Поэтому пишите нам, команда турэксперт.онлайн всегда на связи. У нас доступен сайт с одноимённым названием, я ссылки оставлю все в описании видео. У нас есть WhatsApp наш рабочий, где персональный менеджер всегда подберёт то, что нужно, подстроиться под любой период, под любой бюджет, то есть в рамках возможных, да, перелётов сейчас. Это всё происходит под моим контролем. У нас онлайн-турагентство, это электронная цифровая подпись, у вас открывается личный кабинет, вы там всё видите. Также можете подписаться на мою запрещённую соцсеть, там я делаю обзоры классных отелей, также буду выкладывать обзоры курортов. Давайте оставаться на связи, любить себя, балансировать и вот такое короткое включение на поболтать. Если вам понравился такой формат, тоже пишите в комментариях, будем встречаться здесь, в Ютубе.